Уважаемые покупатели, в целях профилактики вирусных заболеваний рекомендуем соблюдать дистанцию не менее одного метра. Звуковое оповещение в торговом зале, требования кассиров и яркие разметки на полу. В продуктовом сетевом магазине буквально все напоминает людям о необходимости соблюдать дистанцию в полтора метра. Покупатели уже почти привыкли. Новые правила стараетесь ли сами соблюдать и отгонять от себя людей, если они липнут к вам? Да, конечно. Но потому что наше здоровье в наших руках, и поэтому очень важно соблюдать эту дистанцию полтора метра, не менее полутора метров. И своим близким все время говорю об этом. Сами продавцы говорят, что люди стали осторожнее. У многих медицинские и самодельные маски на лицах, на руках перчатки. А вот количество пенсионеров в магазинах, несмотря на рекомендации властей самоизолироваться, нисколько не изменилось. Нет, также посещают и пенсионеры магазина. Нисколько не уменьшилось количество. Посещают даже люди с детьми. О своих сотрудниках, которые перешагнули 65-летний рубеж, руководство магазина позаботилось. Сотрудники 65 лет, которые находятся в зоне риска, были отправлены в оплачиваемый отпуск. Находятся они с 30 марта в отпуске. В магазинах по-прежнему действуют льготы для пенсионеров. Воспользоваться ими могут и родственники, и волонтеры. Им достаточно показать удостоверение пенсионера, для которого они закупают продукты. А вот график работы во многих сетевых торговых точках изменился. В обед магазины делают перерыв на получасовую дезинфекцию торгового зала, а завершают рабочий день на час раньше. Александр Сергеев, Николай Забрудин. Новости Химки ТВ.